всем привет от серёги и оксаны из алабамы и так сергей иванович и дорогие мои подписчики я расскажу вам о том какая я жадная меркантильная стерва да значит пишет мне человек в личку что в россии у них бизнес они полы делают и он хочет переехать в нью-джерси штат и просит у меня совета спрашивает он насчет лицензии нужно ли если ты будешь работать других штатах лицензии на разные штаты я ему написала 100 долларов за бизнес консультацию и мы лично в скайпе пообщаемся на что он мне ответил вам не кажется что за два вопроса 100 долларов это дорого возьми сам узнай тогда вот понимаете получается знаете во первых расскажу вам историю одну когда сергей пришел в мою жизнь я поняла что это мастер на все руки и чтобы его устроить на работу нужно бизнес открыть я брала классы они были в университете университи в вест флорида про свой бизнес как вести бизнес что для этого нужно некоторые вещи я там плохо понимала у меня словарного запаса не хватало на тот момент то есть не ну ты смотри ты же училась оплатила деньги ты ездила бензин тратила то есть понимаете то есть я причем я некоторое время извините меня тут это на палке я держу меня долгое время не все сразу могла понять я несколько лет не могла понять как раскрутить бизнес если чтобы вам звонили и при приходит при просили прийти чтобы вас там работа была на месяц вперед я не знала где как рекламировать то есть это многое мне пришло самой нарыть личный опыт и все такое и поэтому когда ко мне обращаются с такими вопросами я считаю что я имею право брать за это деньги как получается еще какая ты понимаешь он говорит а не кажется ли вам за два вопроса да но ведь это только начало да то есть я бы что думаете что я даже понимать я не могу просто ответить да или нет на эти вопросы ты начнешь ему говорить да а он насчет а он насчет дополнительных тебе и опять и это все вылится да где-то в час времени да и тем более черт люди не понимают когда задают мне вопрос я живу в мобиле мобил алабама одни из законы да другой город будут другие законы я видео записываю пожалуйста не мешайте и я например плачу лицензию за работу в городе за работу на окраинах у нас есть окраины и это называется там семь с теодор и то есть отдельная лицензия работает там один раз у меня был парень клиент который со мной связался и заплатил мне деньги за консультацию мне заплатил 150 долларов я два раза его или три раза консультировала за эту сумму он мне звонил советовался он хотел открыть бизнес майами но у него было недостаточно английский чтобы понять куда ехать что почем ведь во что все упирается все упирается в то какой у вас уровень английского языка потому что все есть в интернете но это все на английском языке и для того чтобы точно знать как как дела обстоят в нуджерси чтобы открыть бизнес именно вот по вашей квалификации мне нужно будет залезть в интернет и потратить свое время чтобы нарыть для вас эту информацию и когда для того парня я нарыл информацию в майами я ему нашла адрес где покупать сколько это стоит и получилось так что в майами оказывается было гораздо сложнее быть плиточником маляром плотником чем здесь балабами пошел купил лицензию а в майами надо ему было доказать что он там больше года занимался на какого-то дядю работал что у него есть опыт потому что очень часто получается так ну не часто но такое бывает что подрядчики через заняту сделают и клиент в шоке то есть клиент может даже ну не доплатить но ему надо искать кто бы переделал работу в общем такое есть в америке вот и поэтому я находясь в мобиле я не буду знать как дела конкретно обстоят в каком-то штате в каком-то городе потому что все зависит от того там какие они хотят налоги с вас снять понимаете и почему вы думаете что если вы хотите работать в нью-джерси что вы просто пойдете купите лицензию прежде чем купить лицензию вам придется организовать за то что как бизнес за имя бизнеса вам придется бизнес счет открыть понимаете что нет какой-то там дяди вася с краснодара да потому что вам все будут выписывать чеки на имя бизнеса а не на дядю вася с краснодара на какой-нибудь там определенный бизнес и прежде чем я продал лицензию вам придется купить страховку скорее всего я не знаю как будет в этом штате будет какая ситуация но у нас в мобиле нужно купить страховку бонд и все такое понимаете поэтому я не могу давать советы из предварительного так сказать домашней работы то есть мне придется само загуглить все узнать и потом уже писать вам подробно по вашему случаю то-то-то-то-то-то-то-то а я не собираюсь свое время на это тратить просто так и у меня так полно задач других вот даже вот отдохнуть прихожу с книгой вот в общем такие дела лишних денег никогда мало не бывает если вы окажетесь в америке и захотите нанять коуча вот они генерал коуч кстати да напишите кстати кто из вас подписан на ее канал вот и многие коучи берут 100-150 долларов за беседу если вы пойдете к профессиональному психологу это вам обойдется минимум 50 долларов то есть за все надо платить многие автомастерские берут и 70-100 долларов за час работы то есть если вы не готовы заплатить людям за знания за их время то вам нечего сделать в америке все не так случилось вы что думаете что вы так вот будете по штатам ездить и делать какие-то работы я с вами поделюсь я скажу честно у нас были ситуации мы во флориде были у нас были контракте в алабаме или мы лицензии не покупали но мы ходили как говорится под дядей мы работали на компанию райан и щилд мы должны были показать что у нас бизнес вот во флориде зарегистрировали что у нас страховку дым все дым но нам давали очень много контрактов в алабаме но поскольку эти там контракты были многие ну они почти все были уличные но такого не но мне кажется мне кажется что если бы случайно проехал бы какой-нибудь инспектор и увидел что Серега работает без лицензии алабамы объект бы заморозили то есть этот его не могли бы там арестовать но во всяком случае мы бы запретили работать без лицензии потому что он работал в алабаме то есть в принципе да это возможно если осторожно тем более если бы там делали полы допустим да где-то дали какие-то внутренние ремонты если вы хотели бы там сами себе дом покрасить а мне нужны никакие лицензии вот там сам себе уметаз вставил и все такое но часто клиентам которым вы будете делать какие-то работы они хотят видеть что у вас есть лицензия что у вас есть страховка вот там бонд какой-нибудь некоторым наплевать а есть дотошные люди проверяют вот да если нету ничего ну и иди лесом вон туда подальше они не хотят связываться он лет запоришь но он иншурин за что-то заплатит вот такие дела и напомню вам что что у нас трое детей вы знаете сколько стоит билет в музей где-то 10 долларов вот я их водила на юмориста 70 долларов был билет мне джессу и дару садить на юмориста было по-моему 70 в общем развлечения стоят дорого если я хочу что-то детям дать я должна зарабатывать чтобы дать надо заработать да и поэтому поэтому да я жадная меркантильная я как говорится лучше не пойду в салон ни на какой массаж но я потрачу на какие-то развлекалки для детей и мне вас не жалко ну честно ну честно не жалко и я не могу все знать что касается бизнеса в Америке и мне так же придется как говорится все гуглить чтобы дать вам четкую информацию потому что я не собираюсь что-то выдумывать и высасывать из пальца заряжаю вас на хорошее настроение сегодня еще такой у нас ролик воскресный на природе с нашего озера и без всякого как говорится монтажа обрезание обрезание обрезала Да, а то я люблю и там всякие там штучки понавтыкать, да, как говорится, знание сила, не знание, тоже сила, да, меньше знаешь, лучше спишь, еще говорят, лучше спишь, да, да, давай, давай, заряди в народ, лапку свою подставь, такую лапку, вот такую, ну эту, вон, у вас лучше получается, а у меня что, заряжаем вас на знание, на здоровье, на весну, ну, а на что еще больше, привет всем от жадной, накомеркантильной стервозы, ты для семьи, а че там, че их жалеть-то, блядь, за какой хрен, так что, пока-пока,